А вот так вот мы проводим с Леной вечер, с крашеной Еленой. Сколько-то не красилось? Месяца три, наверное, да? Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Четыре месяца. Ну, три с половиной, наверное, по-любому там в конце августа красилось. Очень сильно отросли, быстро. У меня у всех так быстро волосы растут. Витаминчики и хороший климат. Вот так вот мы проводим вечер. Никакого вина. Мы пьем чай с мятой под сериал «Как избежать наказания». Это уже пятый сезон, смотрим. Уже пятый? Уже пятый сезон, да, пятый сезон, шестая серия. Едим вот такие орешки со сгущенкой. Домашние. Домашние, да, кстати, нам баба испекла. Идем сейчас кофе на завтрак. Я вот два часа уже ногу режу. В общем, получилось только-таки два контейнера. Что я буду делать? Мы купили уже вакууматор, пакеты. Все разложу. В общем, вакууматором здесь пройдемся и положим, наверное, в мородильник. Потому что это мы будем следно есть не знаю сколько. Год, наверное. Чтобы это сохранить, придется воспользоваться вакууматором. И здесь, скорее всего, еще будет столько же. Мы не зря заказали вакууматор. Сегодня еще заказали аэрогриль. Еще ни разу не готовили. Новенькое. Попробуем сделать мясо в Ниндзе. В общем, новые пробуем штуки всякие. Пока у вас с папой здесь есть, может нам приготовить что-нибудь интересное. Мама, я смотрю, у нас только сады специализируются, которые он ест каждый день. А ты орешница уже застала, да? Нет. Орешница, кстати, очень плохая орешница. Да, вот вы видели, какие маленькие орешки. Это вот, если вы увидите такую на Амазоне, покупать ее нельзя. Это ерунда. Во-первых, не пропекаются. Если все положить, то это не пропекается. Нужно ложить через одну, когда пропечется. Поэтому то, что здесь очень много типа сразу получится, это все вранье. И вообще мы ее сдадим. Сейчас едем куда? На Art Basel. Ну, это не Art Basel, а как? У нас сейчас, смотрите, проходит неделя всякого искусства. Это не я. Это не я. Нет, неделя. Неделя искусства. Нам сейчас подали виповские пригласительные. Мерзла там, друзья, доставляются. И мы идем смотреть. Мы приехали. Въехали минут, наверное, 50. Сейчас еще Майами стоит. Спектрум. И мы оделись не по погоде. Лена уже заедет и мерзнется. Нет, я слышу его. Виповские проходки на армию. Виповские проходки на армию. Интересная картина. Смотрите. Словами написал картину. Здесь есть лук, открою, можно будет рассматривать. И не очень понравилась эта картина. Акула. И прям плавник на всю картину. И рядом шерифовая акула. Ну да, красиво смотрится. Очень красиво. Красиво. Блин, вообще мне отрифика. Вот прям. А цена? 5 900 долларов. 5 900. Автор одет в цвет своих картин. Эрика. Прям стиль. Очень похож. Неоновыми красками нарисовали картины. И подсвечивать неоном, конечно же, красиво смотрится. Картины сразу же оживают. Как дела? Все красиво. Они очень красивые. Ты очень красивый. У тебя благословит. Да. Посмотрите. Вот здесь. Что вы делаете? Я люблю. Да. Ты любишь цвет? Да. Розовая пантера. Алирия бы ее сразу нечего трогать. Но на самом деле не только бы Алирия ее нечего трогать. Я тоже хочу его потругить. Потому что он такой розовый, такой классный. Такой прикольный. И сегодня, кстати, открытие. Это детки. Они очень красивые. А эта картина называется Американская мечта. И стоит она 4,900. Интересная выставка. Такая голографическая. Вау. Невероятно. Невероятно, да. У меня аж это... Помутнение. Все картины из алюминия. Специальная обработка. И создают... Его опыт работы с металлом 40 лет. 35 тысяч долларов стоит. И она очень большая и очень красивая. Это куда-нибудь в спальне можно повесить. Стоимость розы. Лена смотрится вот в этом же стиле в этих картинах. И Лена, и автор. Тоже так же одета примерно. Очень интересно нарисована картина. Нарисована маленькими человечками. Маленькие человечки превращаются в сердечко. Верно. Я не знаю, где-то есть в моей стране. Верно, как мы видим. Не знаю. Верно. Верно. Мы видим зуб. Но зуб в таких красных лоботенах. Ай, все, оливи. Такие нарисовать, я думаю, может каждый. Главное выставиться. Цена картины 7500. Все по 7500. Это 5000. 9000. Три мороженки. Человечки по 7500. У меня Оливия, я думаю, также может нарисовать. В следующем году будем выставляться. Каких я тоже нарисую. Да капец, там по 7500 картины, Лена. Может мы что-то в этой жизни не понимаем? Я думаю, здесь стоит аренда тоже недешево. Ей не понравятся вот эти картины. Все, что с львами, с непардами, с леопардами. Ей все нравится. Сейчас мне надо будет картину рисовать. И с львами, я тоже взял. Невероятная картина. Сумасшедшая экспозиция. Боже мой, направо-налево. Это же шедеврально. Шедеврально. И она здесь сама. Можно ее увидеть на Art Basel Spectrum. Все, кто в Майами, немедленно. Эти подсолнухи еще не проданы. А те ландыши, я вообще молчу. Пожалуйста, никому не отдавайте. Не показывайте эту красоту. Я хочу сам ее купить. Тоже мой Ланда Каупан здесь. Сессия. Мы приехали на Art Miami. Сколько стоили билеты? По 60 долларов свои. 60 долларов. Капец. Капец. Хотя многие проходят бесплатно сюда. Да, до этого мы проходили бесплатно. У нас были виповские билеты. Мы хотим в следующий раз пройти бесплатно. Если вы будете выставляться, вам нужна реклама, нам пишите. Давайте нам билеты, мы вас прорекламируем. С удовольствием, да. Реально. Картина маслом стоит 500,000, 500,000 долларов. У меня есть предположение. У меня сейчас там Лена наговаривает сообщение. У меня есть предположение, что автор больше ничего не может удивить. Только поставить какой-то космический ценник, чтобы вот ради этого ценника и показывали люди его творчество. Больше у меня нет мысли даже, что рассказывать. Я думаю, только ценникам Ленчик берет. Берет ценник, ставит 575, и вот это и снимает. Потому что, если бы не ценник, если бы, нет, это просто, знаешь, чтобы, может быть, трэш показать людям. Современное искусство. Ну, там ликопастер грязный, окей, там кора налеплена, она намалевана. А вот не показывает. Ну, все, но это не стоит 575,000 долларов. У него все картины какие-то неадекватные. Да? А цены тоже неадекватные? 45. 45. 68. 175. О-о-о. Ну, вы можете нас с Антоном закидать тухлыми помидорами или тапками, неважно чем. Может быть, мы чего-то в искусстве не понимаем. Может. Но мы, наверное, понимаем в красоте и в некой эстетике, что оно немножко. Ну, вот такое дома я не повешу, но никогда за 500,000. Дело не вопрос ни в цене, вопрос даже в красоте этому. Ну, как бы, серьезно. Вот прям вот серьезно. То есть, мне кажется, у нас сейчас пришли какие-то, как это, наклонности не туда в нашем обществе. Да, то есть, как это может считаться красивым? Как? Я удивлюсь, я, Антон, точнее, не удивлюсь, если там через пару-тройку лет вот такое будет висеть в Лувре и в Бармитаже. Да ни за что. Ты знаешь? Ни за что. Я не знаю, но как бы... Не, 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 не. Ты летал. Не. Этича мне очень нравится. Посмотри на картину, Толенчик. В виде алмаза. Покупай. Вот эта картина мне очень нравится. Вот так вот она сделана. Но со стороны смотрится просто невероятно. А цены нет. Круто, да? О, это у нас Лена. Это я. Вот многие композиции мы выделили уже в 21-м году. Два года назад. Я не знаю, что здесь нового произошло, но мне кажется, мы это все видели. Это все из таблеток. Это из игрушек. Это файзер. Мне не понравилась картина. Она называется «Королева сердец». Автора сейчас сниму тоже. Ну, и у автора есть и странная, конечно, картина. Вот, допустим, ты и я. Это другое. Да? Либо вот еще вот как вам понравилось варенье. Лена нашла платье уникальное. Платье непростое. Оно сделано из презерватива. Ленчик. Ты одела бы это платье на свадьбу? В общем, пока мне вчера спектр он понравился. Ну, поприятнее. Здесь прям какое-то странное все. Как-то... Не знаю. Странно. Не, ну, это, по крайней мере, композиция хорошая. Это очень красиво. Да. Это маленькие деревяшки, разные. И сделано... Собрали, все интересно, раскрасили, да. Это да. Ну, у нас все поковыряться надо. Это картина «Американский мир». Здесь что-то связано с Израилем. Ну, это прикольно. Оно все прорисовано. Это прикольно, да? Да, но на Американке прорисовано. Ну, да. Ольга, да. Да. Мы нашли тему Антона. Вот ты в нее идеально вписываешься. Просто... Подходит? Да. Подходит. Покупаем. Берем. Берем. А... Нет цены. Нет цены, но я думаю, где-то под соточку. Скорее всего. Все. Нарисовано, да? Да, нарисовано, видно. Здесь все. Сусальное золото. Прям при нас создают шедевр. Что вы делаете? Хорошо. Прям при нас создают шедевр. Да. Да. Интересная картина. Видите, она из чего? Из упаковочной пленки. И сделана вот так вот. Лина, не трогай. Ты же делаешь замечание. Сколько стоит? 25 тысяч. 25 тысяч. А нет, 44 тысячи долларов стоят. А, нет, это вот эта 44. А, это. 25. Это из камня 44, а это 25. Не трогай. Классная трехмерная картина. Как она исполнена, посмотрите. Класс. Вот такие вот у нас полицейские машины в Майами. Просто невероятной красоты. Круто. Смотришь и улыбка на лице на эту машину. Ну, конечно. Как с такой машиной-то полицейской? Я впервые фотку с полицейской машиной с такой... Она очень крутая. Она вообще... Это просто невероятно. Крутая. Прям под Art Basel. Самая то. А у меня форма полицейская. Я готов быть полицейским. Подхожу? Очень крутая. Для тебя машина, Антон. Для меня. Все, берем. Класс. Прям вот с ним. Класс.